Числа m и n натуральные, и при этом 2m квадрат плюс m это 3n квадрат плюс n. Докажите, что в таком случае m минус n 2m плюс 2n плюс 1 и 3m 3n плюс 1 это все квадраты целых числа. Далее, 2m квадрат плюс m равняется 3n квадрат плюс n, в таком случае m минус n, а также 2m плюс 2n плюс 1, а также 3m плюс 3n плюс 1 это все квадраты. Добавим к обеим частям m квадрат и перенесем 3n квадрат плюс n в другую часть. Давайте? Давайте. Это равно m квадрату. Так? Ну да, если прибавил m квадрат к обеим частям, конечно. Как можно вынести множители? Как в школе учат. Видно? Видно. Теперь, если переносить не все, то есть 1n квадрат оставить все-таки на родине? Да, это тоже правда. А теперь еще... А вот теперь еще важная вещь. Произведение двух чисел это квадрат. Ну, один вариант, что это просто квадраты, как, собственно говоря, в задаче и написано. Да. А другой вариант, более хитрый... Что они немцы, как простые. Да. Есть какое-то число, на которое делятся следующие числа. m минус n делится на какое-то число. Кстати, m на него же делится. Есть какой-то простой множитель. Тогда m тоже на него делится. Оба числа, m и n, на него делятся. И чего? Вот это тогда не делится на него. Ага. И значит, m минус n делится на его квадрат. Ну, то есть, на самом деле, он ничему не мешал. Да. То есть проблема, когда есть множитель, который есть и там, и там, да? Да. То есть есть простое число п, на которое делится и разность m минус n, и первый множитель 3n плюс 3n плюс 1. Но в таком случае на этот простой множитель делится и m квадрат, а значит, делится и n. Нет, вторая строчка здесь ни при чем. Мы сейчас рассматриваем только вот эту первую строчку. Ну, и во второй строчке аналогично. Если есть простое число п, на которое делится m минус n, то на него же должно делиться и число n. Значит, на него делится и m. Да, да, да. Да.